Привет, дружище, меня зовут Шамба и мы геройствуем в мире меча и магии. Проходим кампанию короля Арчибальда в Героях 2. В прошлой серии мы играли в сценарий предательства, по завершению которого мы неожиданно переместились в кампанию Роланда. Но я предлагаю все-таки проходить кампанию Арчибальда, поэтому выберем предыдущее сохранение, по-моему, вот это. Сейчас посмотрим. Мне предстоит... Так, тебе предстоит... Да, будем играть миссию смерти гномов. Выслушаем же вступление. Мне предстоит принять непростое решение. Как стало известно, Роланд вступил в союз с королем гномов. Я думаю, ты понимаешь, какую опасность этот союз представляет для моей... для нашего дела. Вместе с тем Гидия Некромантов обратилась ко мне с просьбой о помощи. Похоже, что Гидия Чародеев, их заклятые враги, выступила против них, полагая, что королевские войска ведут битву в ином месте. Я спрашиваю, мой генерал, что мы должны предпочесть? Разрушить союз гномов или прийти на помощь Некромантам? И в этот раз мы выберем смерть гномам. Гномов следует привести к покорности, прежде чем они смогут помешать планам короля Арчибальда. Под знаменами Роланда много героев. У него несколько замков, поэтому будьте готовы к нападению сразу с нескольких сторон. Вам надо захватить все города противника. Вот что нападение с нескольких сторон меня совершенно не радует. И давайте опять же сыграем за чернокнижника. Прошлая миссия была весьма быстрая, короткая, поэтому особо не прочувствовали эту фракцию. А вот сейчас сам эту. Итак, играем за чернокнижника. Поехали. А разведчики обнаружили на юго-западе вражескую крепость. Наше появление застало ее защитников врасплох. Не теряйте времени, и вы сможете сломить их сопротивление. Яй не терять времени, это вещи несовместимы. А это кто еще? Таверна. Город не может быть отстроен до уровня замка. Гномы. Башня магии. А это у меня какие-то неразвитые города, получается. Так, да. У меня получается три города. Вот-вот-вот. Неразвитые. Здесь мой герой сидит, а мне предлагают вот этот захватить еще. А у меня тут натряд есть. Так, во-первых. О, главный мой герой Аламар. Это колдун из прошлой части игры. Наконец-то мы сыграем за кого-то с именем, и по-любому этот колдун должен быть силен. Так, здесь у нас Агар. И это у нас кто? Вистер. И вот не знаю, сможет ли Вистер захватить... Как называется? Шторму Хильд. Может, сможет, может, нет. Но надо попытаться. Так что-то у меня громко слишком. Меньшу громкость. Итак, начинаем с нашего главного города. Что у нас есть? У нас есть пещера, есть крипта. Давайте строить гнездо. Нанимаем юнитов. В прошлой серии я зачитывал описание, точнее, характеристики всех их. Поэтому сейчас на это время тратить не буду. Но разве что увижу незнакомых каких-то юнитов. Так, здесь башня магии. Здесь живут гномы. Здесь гномы выпивают в таверне. Это, не знаю, какая-то штука. И ничего больше не улучшить. Ничего не построить. Но гномов я не вижу смысла нанимать. Вот эти крепости только один вопрос. Приносит мне деньги или нет? Ладно, пробуем захватить Шторм Хильд. Во-первых, дай-ка я сохранюсь на всякий случай. Мало ли что произойдет. А новая игра, не знаю, будет единица. Окей. Так, в атаку. Ага. Возможно, я слишком погорячился. А может, у меня есть магия. Нет, у меня магии нет. Я слишком погорячился. Так, я бегу, да. И загружаю заново игру. Потому что не стоило так рьяно нападать. Играть в компанию. Старая единица. Так, что у нас здесь? Отсюда мы стартуем. Есть сундук. Есть шахта. Так, а я думаю, может, стоит мне нанять еще одного героя. Просто, чтобы он рядом со мной бегал. Потому что остальные, они очень на большом отдалении. Так, отдавай мне своих юнитов. Окей. Так, мы едем забирать сундук. Сначала выбираем опыт. Мудрость или разведка? Ну, разведка просто радиус обзора увеличивает. Я даже не знаю. Мне кажется, лучше выбрать в этот раз Мудрость. Хотя, та же разведка. Нам в любом случае необходимо будет ее выбрать. Потому что это основной навык. Ну, а заклинание четвертого уровня пока не получаем. Поэтому в огне, я думаю, будет разведка. От нее в любом случае никуда не деться. Ух ты, сапожки. Так, надо к ним подобраться. А здесь у нас вулкан. Пещера демона. Вот что пещера демона дает. В прошлой части игры я мог подойти в пещеру демона. И там было все рандомно. Не зависело ни от армии, ни от силы героя. Либо мы как бы побеждали демона, получали бонус. Либо он нас убивал. Проверим. Оход в пещеру зияет на черной дыру. Из которой тянет с тошнотворным сернистым зловоним. Отважитесь ли вы войти? Да, конечно. А в пещере вы обнаружили грозного до нелепости демона. Сегодня проричало. Тебе ждут бой и верная смерть. Но я позволю тебе выбрать смерть. Ты можешь драться со мной или же с моими слугами. Предпочитаешь сладиться с моими слугами? А давай я попробую с тобой подраться. Нет. А демон выкрикнул свой вызов и бросился в бой. После краткой, но отчаянной схватки вы кончили эти чудовища и получили тысячу опытов. Замечательно. И берем, конечно же, логистику. Для вспомогательного героя это великолепный навык. Посмотрим, что тут еще на севере. Так, здесь я нахожусь около как бы своего города. Это хорошо. Артефакт. Давайте соберем. Так, что телескоп, во-первых, дает? Увеличивает радиус обзора странствующего героя на одну клетку. Основному герою можно будет его дать. Так, здесь еще есть ресурсы. Сундук. Сундук для тебя полезен не будет. Мой основной герой особо сюда не скоро доскачет, если вообще доскачет в ближайшее время. Поэтому выберем в сундуке золота. Да, две тысячи золотых. Остальные ресурсы подбираем. Здесь я нахожусь далеко от вражеской территории. Артефакт. Это компас. Он, по-моему, увеличивает как на суше, так и на море перемещение. Правда, здесь мой герой основной ближе, поэтому я смогу до него добраться. А с разбойниками смысла сражаться нет. На север я тоже не пройду. Здесь все заблокировано. Поэтому берем кристаллы и идем сюда по дороге. Хотя нет, я даже по дороге не могу пройти. Здесь мне кентавры блокируют путь. То есть, чтобы пройти, я должен уступить с ними схватку. Ладно, здесь я подожду. В этих городах ничего не построить. Следующий ход. Ну да, завершить. Так, а вот кто, интересно, против меня играет, в принципе? А, сапожки. Внаружи пару замечательных башеномаков, украшенных бисером. Вы благодарите загадочного благодетеля. Оставляйте их себе. Перемещение увеличивает. О, да. Перемещение. Так, забираем шахту. Забираем руду. Ну, если может сделать это основной герой, почему бы нет. Так, здесь есть вышка. Я после первого недельного прироста зайду в эту вышку и заберу ее себе. Ну, точнее, осмотрю территорию. А пока не буду рисковать с кем-то сражаться. Мне кажется, это слишком опасный. Еще артефакт. В хижине у дороги вы находите слепую старуху, умирающую в полном одиночестве. Вы обещали устроить ей достойную похорону. Знак благодарности она вам дарит волшебную подвеску. И что она дает? Она деляет ваших воинов иммунитетом ко всем заклинаниям ослепления. Это очень полезно, потому что ослепление враги любят. Любят очень часто применять. 500 золотых и 5 серых. А4 самоцвета. Еще немного золота. Дальше здесь я из окна пройти не могу. Идемте тогда выше. И в основном городе что нам строить? Болот. Почему бы нет? Гидры прошлые сценарии вообще затащили, спасли. Но, во-первых, нужно увеличить прирост. Поэтому сначала я построю лучше колодец. А затем уж все остальное. Так, теперь можно замерить, сколько золота принесет нам наши города. А у нас 4 470. Запоминаем. Так, жаль, что здесь я никуда не могу продвинуться. Или я могу как-нибудь сбежать? А да, я тут могу сбежать. А в чем проблема была? Так, ладно, завершаем ход. Итак, 4 400. Что-то все-таки вот эти замки приносят. Но как-то мало, потому что с основного мы получаем тысячу. Вот с них это слишком высчитывать нужно. Так, дальше строим статую. Ну да, у нас есть рудная жила. И поэтому дефицита руды точно не будет. Так, осматриваем все территории. А разглядеть дальние земли? Да не такие они, выше и дальние. Но здесь поблизости врагов нет, это радует. Скачем дальше. Так, у этого героя артефактов нет. Зря тогда получается, я все-таки одного нанимал. Я просто не думал, что можно будет так легко вернуться на стартовые территории, где наш основной город расположен. Что у нас здесь? Сундук. А ледяная накидка. Ледяная накидка уменьшает урон холода. Хорошо. Тогда все герои будут стремиться в одну точку, чтобы воссоединиться. Так, а ламар подберет сундучок. Мало опыта? Очень-очень мало. Очень мало опыта, но... Да, ладно, опыт возьму. Он сейчас будет поважнее. Так, еще обзор открыли. Но здесь мне нечего особо бояться. Забираем лесопилку. Нет, не успели дойти. Следующий ход. Врагов не видно. Это великолепно. Скачем. Так, эти деревья бесплатно мне повысят уровень или за самоцвет? 10 самоцветов. Такое ощущение, что в этой части героев они всегда за 10 самоцветов повышают. А здесь заклинание о запустении. Не так уж я часто им пользовался. Точнее скажу, что я вообще никогда его не использовал до сих пор. Так, ладно, далее. Вот этот герой, у него есть армия. А нет, у него есть артефакт. Я вот думал отправить его на бой с демоном. Хотя он с ним уже сражался. Надо будет на другом проверить, на вот этом. Сейчас он нам отдаст армию и потом зайдет к демону. Но не страшно будет в любом случае его потерять. Забираем лесопилку. Далее сюда продвинуться я не смогу. Но могу вот здесь пошастать. Здесь пошастать и дальше выйти на территорию. Это как-то нехорошо, мне кажется. Под навесом здесь можно всяко что-то попробовать подобрать. Этим будет заниматься наш другой герой. А что бы мне было максимально выгодно? Наверное, все-таки зайти вот в эти избушки. Поэтому давайте зайдем в мельницу. Что здесь? Ладно, две единицы ртути. Хорошо. Теперь в эту избушку. В хижину ведьмы. Она нас всяко чему-то научит. Надеюсь, это будет полезный навык. Завершить ход. Ничего страшного не случилось. Так, передаем армии. Передавай. Почему не хочет? А надо разделить точно. У героя не может остаться. Ничего не остаться, точнее. Либо вот так поступить. Так, а теперь иди к демону. Нет. Ничего не произошло, что ли? Подходи-ка. Да, я сумелюсь войти. А, пещера пуста. То есть пещера активируется всего лишь один раз. А не для каждого героя. Хорошо, я это запомню. Так, просто скачем. Тут идем на разведку. Хотя на разведку рано. Можно нашему основному герою передать войска. Поэтому сначала передадим войска, потом на разведку. Хотя не так уж и много. Там пару кентавров, пару... Гаргулий. Это не такая большая армия, но все же. Так, далее. Что будем строить? Подземелье. Еще 500 золотых людей. В общем, подвох. Какой сейчас день недели? Пятый. Пятый день недели. Но всякое я построил для гидов, чтобы их прирост был. Вот затем можно строить и подземелье. А, но дорогое. Нет. Сейчас я лучше буду существ нанимать. А как у меня будет запас золота, то, конечно, я его построю. Это замечательная постройка. Она мне нравится. Итак, что мне скажет ведьма? Орлиный взор. 20% шанс вылучить любое заклинание, примененное против нас в бою. Не так уж, чтобы я хотел этот навык, но что поделать. Заходим в ботку, тысяча опыта. И берем, конечно же, логистику. Больше перемещения. Больше всего мы сможем сделать и гораздо легче победить. Так, из этой будки хижина ведьмы. Давайте зайдем еще в эту хижину. Либо сначала вот сюда, потом пойдем в хижину. И... Так, здесь какое заклинание было? Какое здесь заклинание было? Я забыл. Так, какой герой рядом? Вот. Открой книгу заклинаний. А запустение? Нет, запустение подбирать не захочу. Завершить ход? Да. Ничего не происходит? Замечательно. Итак, здесь что мы можем построить? Подземелья смысла строить нет. Это большие потери денег сейчас. Отобьется это за 6 дней. Но сейчас мне главное существо нанять. Поэтому пока, я думаю, ничего строить не надо. Далее. Так, покажите героя на карте. Ты давай проверь все навесы. Все равно армии нет. Ты сейчас куда идешь? А ты идешь передать армию, точно. Забирай этих. Забирай частично кентавров. Отлично. Теперь Аламар. Аламар, Аламар, Аламар. Сначала в будку, а потом сделаем крюк, вернемся в город, заберем прирост существ и будем тогда уже побеждать всех. Ну, ты тоже зайди в будку, может логистика появится. Нет, ну давайте. Без разницы. Герой все равно сражаться не будет. Так, что-нибудь построить? Нет. Строить нечего. Завершить ход? Да. Врагов нету, это великолепно. Так, тогда ты тоже проверь вот этот ближайший навес. Четыре серые. Хорошо. Тут есть еще какие-нибудь навесы или что проверить? Лисопилка. Нет, не вижу. Так, ладно, Аламар, получай тысячу опыта. Мы берем мудрость, потому что некромантия, она нам в принципе не нужна, только повредит. Драконий город. Хорошо было бы, конечно, захватить, но у меня сейчас никаких сил нету для этого. Артефакт. Скорее всего, это сумка бесконечного золота или что-то связанное с тем. Так, идемте сюда. Так, ты охраняй. Строить в любом случае нечего. Завершить ход? Да. Плюс пять копейщиков ветеранов. В соперниках у меня, надеюсь, рыцаря нету, героя. Так, четыре руды подобрали. И сейчас проверить, под навесом волшебным образом что-то не появится снова? Нет, ничего не появилось. Кроме того, неплохо было бы артефакты передать. А знание плюс один, это хорошо. Далее. Сейчас мне стилище третьего круга. А я могу заклинание третьего выучить? Да, я могу выучить заклинание третьего. Давайте посмотрим. Сначала артуть, но и на следующем ходу заберем и это. До артефакта очень долго ходить, пока я туда не пойду. А может он мне просто герой мой подвезет армию до идилов-то? Почему бы нет? Нанимаем всех, кого можно. Тогда я всех нанял. Слот для минотаров и слот для драконов, которых у меня нет. И скачем навстречу с нашим основным героем. Так, а ты у меня что здесь остановился? Давай-ка иди куда-нибудь на разведку. Например, в центральной земле. В любом случае здесь никаких существ нету. Каких артефактов не страшно потерять, завершить ход. Ничего не случилось. Итак, святилище. Выучили огненный шар. Это отлично. Есть боевая магия. Форт на холме может улучшить нам существ. У нас некого улучшать, они не улучшаются. Орда крестьян. Я думаю, я смогу их победить? А нет, я не буду с вами драться. Я тогда лабораторию алхимика возьму себе. Возьму себе шлем. А я мог бы его взять, но выскочили разбойники. Так, испробуем на них огненный шар. Могу использовать его три раза. Так, первый огненный шар летит в вас. Всего лишь 30 урона. А сколько у меня сила магии? Три. Слабенько. Ладно, подождем, пусть сами идут. Либо их грифон, вот этих троих пусть. Да они сходили на четыре клетки, следовательно. Зона поражения у этого юнита здесь. У следующего досюда. А этот уже сможет ударить наших кентавров. Итак, во-первых, а я не могу сейчас использовать. Так, надеюсь, первые сходят горгульи, потому что я сюда планирую закинуть огненный шар, чтобы их ранить. Вот эти всяко помрут. Три. Эти получат урон. Стреляем в таком случае в этих. Варюк. Умерли. Грифоны. Грифоны, грифоны, грифоны. Вы очень медленные. У вас здоровье есть. Я думаю, вы не помрете. Кусайте. Девять единиц урона. Да, отлично, наши горгульи ходят. Взрываем. Да, и добиваем этот отряд. Отлично. И никто не помер. Замечательно. Победа. 200 опыта и шлем. Громовой шлем. Он защищает от молнии или просто дает защиту? Снижает половину урона, наносимый вашим... Вашим войскам молниями. Я хотел бы просто защиту. Так, здесь еще артефакт. Здесь какой-то указатель. Так, ну, в общем, я здесь все, что хотел, взял. Навстречу героев идем куда-нибудь сюда. Так, ты мне вез тоже артефакты. Посередине их тянете, пересечемся. Так, этот герой у меня просто шел в разведку. Просто разведчик. Этот мне везет армию. Я аж больше ничего не могу построить. Хотя нет, сейчас у меня появились деньги. Давайте строить подземелье, чтобы оно быстрее окупилось. Всякое сейчас. Никого не нужно будет покупать из существ. Так, ты везешь мне армию, передавай. Ну, ладно, я сам заберу. Гидеры. Горифоны. Горгульи. Горгульи. И все кентавры. Отлично. И артефакт, который дает иммунитет к ослеплению. Конечно, я бы хотел артефакты, которые дают бонусы к защите, к атаке. Ну, что поделать. Сейчас и остальные артефакты тоже передадим. Ну, пока такие будем, такие носить. Поверьте, другие их используют. А теперь... Теперь бы вот сюда вернуться и все по порядку зачистить. Захватить каждую шахту. Вот жаль, что у меня нет заклинаний телепортации домой. Статуя... Статуя. Статуя. Статуя зомби-мутантов. Вас я трогать не буду. Вот эта штука. Это помогает баллисте чаще стрелять. Много эльфов. Я тоже с вами не хочу биться. Я думаю, что мне стоит... Что мне стоит? Мне стоит, наверное, вот эту сумку, во-первых, забрать. А зачем я такой круг сделал? Непонятно. Так, вы тоже теперь разведываете. А другой герой пусть вернется на базу. Будет снова таскать мне существ. Так, возвращаться будет тот, у которого есть логистика. Завершить ход. Ага, вражеский герой появился вот здесь. Может его встретить? Я смогу же доскакать? Сейчас проверим. Если я смогу доскакать, я с ним посражаюсь. Если нет, то просто перезагружусь. Так, скачем. Много фей, много гномов и еще стая гномов. Давайте подеремся. Так, главное сейчас этих много фей уничтожить. Потому что гномы особо опасности не представляют. Ладно. Дождем. Феи летят к моим кентаврам. Правильно? Правильно. Многих убивают. Так как мы получим контратаку и вряд ли убьем всех фей, я не буду ничего делать. Гномы медленные. Медленные, но бодрые. Хотел сказать, пусть идут. Атакуем. Я думаю, всех сожрут. Нет, две остались. Но это не страшно. Так, гномы, гномы. На вас бы наложить сейчас заклинание ослабления, но уже нет возможности. Просто кусаем. Кусь. Я вряд ли смогу их добить. Их 10 штук. Я лучше добью фей. И заблокирую проход кентаврам. Богословили медленных гномов. На горгуле померла, но не страшно. Будем стрелять в них. Двое умерли. Бьем быстрых гномов. Так, медленные к нам все ближе и ближе подбираются. Пусаем. Какие же неживучие. Так, померли. Теперь проклинаем вас. Никакой вам максимальной атаки. У вас сломался ваш щит. Но, мне кажется, лучше с ними гидры пусть дерутся. Так, а вот и ударишь. Он никого не ударил. Это замечательно. У тебя сколько манны? 31 из 50. У меня манны 0. Супер. Кусь. У меня не особо-то хорошо. Так, вы до кентавров не дойдете? Я лучше назад отлечу. Пусть они с гидрами попробуют подраться. Мне кажется, гидра одна помрет, как минимум. Да, гидра одна умерла. Это плохо. Ну что ж, идем ва-банк. Все бьем гномов. Бьем как можем. Стреляем как можем. Ну вот это вот было замечательно. Еще раз бьем как можем. Мне все-таки жаль одну гидру, но что поделать. Какие они живучие. 12 штук еще осталось. 8 6 4 2 1 0 Победа 1730 опыта. Потеря. 15 горгулей. Это много. 4 грифона пойдет. 1 гидра жалко. Но кентавры. Израстица. И выучили зато каменную кожу. Новый уровень. Берем, конечно же, казначей. И посмотрим через вот эту постройку, где здесь враг может около нас крутиться. Так, кто из героев шел домой? Домой шел этот. За новым поварьеростом существенно. Так, этот герой я не знаю, чем занимался. Наверное, пойдет он в разведку. Этот тоже идет в разведку, но он в другую сторону. В городе мне строить, собственно, нечего. Хотя можно гильдию магов начать отстраивать. Так, а от чего мне не хватает? 10 самоцветов. Здесь просто тонны золота не хватает. Ну, давайте, да, начнем гильдию магов понемногу отстраивать. Так, благословение, жажда крови и лечения. Все эти заклинания я уже зачитывал ранее. В смысле? У меня раньше вроде полная полоска это была. В дальние земли открыли. Одна шахта вражеская. Вражеский герой. Стоя фей, много гномов, много полуросликов. Стоя орков. И не так далеко от нас находится. Один код перемещения. Храм. Давайте дойдем фонтан. Подняли удачу. Возьмем магию убийцы драконов. И может костер зацепить. Или волшебник колодец. В общем, герой, если что, будет мимо нас проходить, так что мы его перехватить успеем. Так, здесь разведываем на севере, что у нас. На севере пока ничего страшного нет, забираем костер. А теперь здесь тоже костер подбираем. И завершаем ход. Что? Что? А что там за корабль появился? Вот это я не понял. Вопрос. А зачем они решили со мной биться? Они думают, что они могут победить? Ну, да. У меня, в принципе, маны-то нет. Не знаю, на что они рассчитываются. На гномов? Ждем. Кусаем фей. Мне главное, чтобы гномы отошли от стрелков. Тогда я просто заблокирую все эти отряды. Горголь и мёгра, лишь бы... А нет, они идут на защиту. Значит, мне нужно будет идти на атаку. Как и мои кинтавры, все померли. Тем временем. Получайте полурослики. Блокируем. Гидры медленно, очень медленно ползут. А может, я еще и проиграть смогу? Проклятие на гидр. Это плохо. Так, это было больно. Хватит меня кусать. Удачная атака. Опять каменная шкура. Так, я вас... Кушу все же. Гидра мне отвечает. Это замечательно. Так, вы просто стойте, ждите. Одна гидра померла, это плохо. Так, сейчас один из всех. Да, но гномов очень много. Проклятие, опять на гидр. Минус 1 гидра, минус 2. Да, я проигрываю. Так, я с этим не согласен. Отступить, да. Отступить, отступить, отступить. И с какого хода мне тогда нужно будет загрузиться-то? Загрузка. А сохранение автоматическое только одно же? Правильно я понимаю? Правильно понимаю. Следовательно, если я с него загружусь, я буду на дистанции атаки. И он меня с легкостью одолеет. Так, это мне не нравится. А если я загружу вот этот вариант? Ну, давайте это что ли загрузим. Тут я еще юнитов не терял, ни с кем не сражался. Так, чем кто занимается вспомнить? Я только передал отряды, да. Ты возвращаешься в город. Этот герой у меня чем-то тут тоже занимается, разведывает, по-моему. Так, а я тут шел в атаку на этого героя? Нет. Этим заниматься пока не стоит. Это опасно. Что это такое? Фургоны. В фургонах, по-моему, можно было бы нанять... В фургонах можно было нанять этих воров. Я сейчас понял, как враг сюда прибыл. Через водоворот. Он может высадить здесь армию, захватить этот город и пойти на мой основной. Ладно, я поворачиваю назад и буду там все зачищать. Завершить ход. Мне не страшно потерять вот эти непонятные замки, которые нельзя не улучшить, ничего с ними сделать. Тут есть еще и менгир. То есть и через менгир могут ко мне пролезть. Вообще, абсолютно со всех сторон можно. Так, если я здесь нахожусь, а что я могу сделать? А, грязь? Нет. Лагерь наемников. Я думаю, что стоит повысить себе атаку и вот здесь разобраться немного. Здесь идем дальше разведывать. Ты идешь в город. Так этот герой меня... Не знаю, тоже подберет, например, сундук, чтобы врагам не достался. В городе я построил гильдию. Нет, сейчас строим. Завершить. Так, враг там копошится. Берем золото. Что в этом святилище есть? Паралич. Ух ты, это хорошо. Отряд, против которого направлено это заклинание, поражает паралич. Он теряет способность передвигаться или отвечать на удары. Так, и здесь холебный артефакт лежит. Так, ты берешь костер. Отлично. Здесь есть базар, но мне нечего особо менять. Что здесь на севере? Так, ты в город заходи. Какой сейчас день недели, кроме того? Шестой. Скоро будет новый прирост. Так, бьемся здесь с гномами. Да, я заставлю вас драться. Вы медленны, вы ничего не можете мне противопоставить. Так, и у моего героя так мало манны. Когда я успел ее расходовать? Вот я сомневаюсь, убьют они мою гаргулью или нет. Рискнем. Там. Два выжива. Пять единиц уронов не убили. И эти не убили. Замечательно. Так, теперь вы тогда умираете. Не хотят умирать совершенно гномы. Они очень оживучи. Все-таки убили каргулью. И добиваем. Победа. Берем ницу к атаке, наконец-то. Много разбойников. С вами я с легкостью справлюсь. А здесь опять много гномов стоит. И медалька на... Нету, как у тебя? На мораль. Здесь есть еще хижина ведьмы. Давайте в хижину сначала зайдем. Получим там какой-нибудь... Надеюсь, хороший навык. Неведомый щит. Я не знаю, что это такое. Я никогда раньше его не видел. Так, здесь много гоблинов. Здесь кентавров. Может, я с прироста просто сам как-нибудь зачищу эти места. Так, здесь еще пещера демона. Можно опыт получить. И, в принципе, мне кажется, с прироста я смогу все это самостоятельно захватить. Так, у нас строить что-нибудь... Нет, вот на лабиринт не хватает каких-то капель. Не хватает каких-то капель. Это самое главное, что я сказал. Потому что мы можем этап менять. Я просто забываю, так как раньше играли в первых героях, там не было такой возможности. Меняем. А какой сегодня день? Надеюсь, шестой? Да. И на следующем ходу построим для минотавров их лабиринт. Лабиринт. Я смогу ее одолеть или нет? Сохраняемся. Что за навык? Стрелок. Это бесполезно для меня, вот честно. У меня нет юнитов, которые стреляют. И захламлять этим навыком, мне кажется, не стоит. Старая... Чего? Какая старая карта? Компанию. Старая компания 2. Тогда я не буду захламлять. Пробуем победить. Почему у меня так мало манны? Или может заклинание взять и пойти в атаку? Ладно. Без заклинания в руку. Так, это медленный гном. Это средний гном. Средний. Да, он сможет дойти, на три клетки ходит. Поэтому феи уничтожат моих кентавров. Либо я пробогненным шаром. Он будет биться со мной. Шарем фей. Гидры, гидры. Но нет, вы не будете делать ход? Либо сделайте его назад. Так, добиваем фей. Благословили. Хорошо. А кто успел дойти до моих грифонов? Супер. Мораль сыграл. Убьет кентавров. Нет, не убил, но их по колечку. Кентавры, ну насколько вы просто бесполезны. Отбегайте. 11 боевых гномов. Удар. Еще умерли. Так, у них нет, надеюсь, постоянного отпора. Эти пока дойдут уже. Сочелетие пройдет. Гидры ждут. Кентавры умирают, естественно. Они больше ни на что не способны. Так, а гидры эти скусают наконец-то. Готово. Его чудо будет выстрел в гномов. Так. Проклять бы вас. У меня есть один шанс на проклятье. Завершаю ход. Вот, наложили богословение. А, не повезло. Я хотел просто перебить это богословение своим. Смысл. Я как бы... Чего? Я наложил это заклинание, но оно не сработало? Мне кажется, гномы меня опять же победят. Да. Мне вообще с ними в бой не стоит ступать. С этим героем и от него бежать, по-моему, стоит. Да, я бегу и загружаюсь снова. Вот это поворот. Мне кажется, чернокнижник явно не мой тип героя. В абсолюте. Так, куда мне бежать? Бежать за этой палкой. Волшебный колодец. Ну, по-моему, ману устанавливали. Да, магическую энергию восстановили. После ожесточенной схватки с некормантов у вас остается. Его волшебный колон, знакомый чародей, объясняет вам, что этот колон защищает няжедь, стоящий в вашей армии от святого слова. Но не то, чтобы это мне прям было необходимо и полезно. Я буду сейчас возвращаться в свой основной город. Либо здесь можно, например, нанять артухномов. Сколько? 14 доступно, но это мало. Но я найму их на обратном пути. Так, прирост еще не случился. Что у нас есть на севере? На севере есть еще один городок. И святилище первого круга. Здесь я собрал все, что хотел. И где-то здесь еще один герой вражески обитает. Уходим. А ты ждешь. А нет, я должен построить для Минотавров лабиринт. Отлично. Завершить ход, да. Население возросло, хорошо. Забираем шахту. Вражеский герой, как я понимаю, за счет вот этих избушек гномов набирает себе просто огромную армию. А эти избушки гномов я же не посещаю. На север? На севере пусто. Древо город. Это что вообще такое? Так. Теперь пробуем около себя все зачистить и все захватить. Нанимаю полный прирост. Так, и давай-ка я построю для кентавров еще водопад, пусть их будет побольше. Да, они бесполезные, но может хотя бы численность будут брать. Максимум, максимум, максимум. И гидры тоже максимум. Гоблины сдайтесь. Да, я не буду с вами драться, забираю вашу шахту. Замечательно. С кентаврами я тоже не хочу драться. Так, здесь я иду просто за уровнем. На тысячах уровня. Ну, удачи. Главное, чтобы вот здесь никто не появился. Этот водопад меня просто нервирует. Ну, а ты посиди здесь. Так, аламар, аламар. Что ты будешь делать? Тебе б, конечно, уровень прокачать побыстрее. Только вот как и на ком. Враг, в принципе, далековато. Она где-то вот здесь, в будках лазила. А, вот уже. Не скоро дойдет. Давайте, не знаю, что это. Артефакт. Подеремся здесь, с копейщиком. И как-то через север вернемся. Или вот здесь попробовать. Даже не знаю, чем сниматься. Не люблю я этих магов до ужаса. Ладно, сражаемся с ворами. А нет, я не буду с вами драться. Я вас отпущу. Я захочу забрать шахту. Вот эти территории на юге. Вот этот город, между прочим. Завершить. Так, дальше. Наши приключения на севере. Идут к еще одной пещере с демоном. Мы не успеваем зайти сюда. Здесь древо город. А, группу фейнонит. Нет, я не хочу. Еще одно древо город. А у врага вообще есть какой-нибудь замок по типу моего? Это очень хороший вопрос, потому что как-то я не наблюдаю подобного. Так, допустим, я нанимаю... Какие же вы дорогие, нет. Я вас не нанимаю, я просто сижу в замке. Так, вот с вами я подерусь. Пусть сами доходят до меня. Ударит гидом. Да. Чуть изменить урона, но сами помнили. Замечательно. С другими гномами будет не так сложно расправиться. Потому что они медленные. Так, вы тогда этих атакуете? Твои остались. Девять единиц урона. Это многовато. Эти умирают. Грифоны добивают этот отряд. Нет, не добивают. Грифоны в очередной раз опозорились. А гидры, ну вы тоже ползите к ним навстречу? Всяк они помрут от вас. Просто стреляем и ждем. Они сами самоубьются об гидро. Ну, и выгоргули их, да. Ага. Казначей первой ступени я беру. Мне нужно как можно больше золота. Еще забираем шахт. Ту-ту-ту. Сундучок тоже был. Так что что-нибудь мне есть построить? Большой лабиринт требует пять самоцветов. У меня самоцветов вообще нет. Ладно, завершаем ход. Да. Вот вражеский герой может как раз двинуться к моему замку и здесь все захватить. У него морды гномов, а я... А моя основная армия черти знает где лазит. Давайте опыт. Известно, кто здесь есть. Пора бы, наверное, домой вернуться. Может, мне кажется, ничем хорошим это не закончится, что я лазил, неизвестно где. Так, сила магии. Сила золота. Штука с опытом. Так, попробуем. Нет, я не готов войти, я готов сохраниться. Ах, теперь нужно на шах отойти и снова подойти. Да, готов войти, я не буду с ним биться. Атаковый побеждаю, следопыт замечательный. Больше перемещений. Не деремся, мы просто забираем ваши ресурсы. Замечательно. Иду к будке. Открыл дальние земли, которые были и так открыты. Так, и с полуросликами тогда. А здесь... Очень близко вражеский герой. Герой, пожалуйста, не ходи сюда. Где-то она тут скакала. Так, тоже рядом со мной, но не так страшно. Так, Аламар продолжает движение в основной город. Здесь мы просто получаем опыт. Получаем мудрость. Здесь вора. Здесь костер. Вот интересно, в самом дальнем углу, возможно, такой же замок будет, как и у меня. Полурослики, сдавайтесь. Не буду с вами драться, просто сдавайтесь. Молодцы. Окей. Это для перемещения увеличивается. Сейчас посмотрим на суши или только на воде. На суши и на море. Отдадим Аламару абсолютно точно эту вещь. Так, ресурсы забрать или все-таки этот город захватить? Было бы неплохо его захватить. Есть что построить у меня. Большой лабиринт. Почему бы нет? И можно будет улучшить минотару. Завершить ход. Враги пока не агрессируют на меня. Это замечательно. Так, давай-ка я лучших разбойников отсюда отгоню. Захвачу город и все будет замечательно. Аламар тоже стремится куда-нибудь. Замбари. Я вашу золотую сумку заберу. Так, они не так уж далеко перемещаются. Так и быть, я потрачу на вас огненный шар. 40 единиц урона. У нас сила магии 4, то есть единица магии добавляет 10 единиц урона. Это какой-то слабый огненный шар. То есть если у нас будет 10 или 20 единиц магии, что само по себе очень много. Нанесет всего лишь 200 единиц урона. Это просто смешно. Это снова мой ход начался. Да, еще один огненный шар. Так, ну а зомби будут обгиды разбиваться. Победа. 560 единиц опыта. Логистика второй степени. Конечно же. Так. Сторожит отряд титанов. Нет, я не буду с ними сражаться. Или рискну. Один все-таки титан. Один все-таки титан. 31 единица повреждений. Рискую. Но не думаю, что он так много урона мне нанесет. Я горголь еще умерла. У него полздоровья уже нет. Так, а огненный шар я в него не смогу зарядить. Набьем. Стреляем. Больше половины здоровья сняли. Гидры просто ползут, потому что им нравится. Горголь пожалеем. 56. Отлично. 11 горголь потерял. Сумка с серой. Зачем она мне вообще нужна? Сумка с серой. Если бы я знал, что там, я бы ни за что бы не стал биться за это. Так, здесь у меня все осмотрено, все разведано. Эти шахты я не трогал, я не беру. Мне нужно просто идти в город. Кроме того, желательно бы посетить свои города, чтобы в гильдии магов выучить-то заклинания. У меня, собственно, заклинаний никаких нет, при этом я являюсь как бы магом-чародином. Завершить ход, да? Пока никакой опасности нету. Так вот, что в этом углу у нас будет? Не могу пройти. Разбойники, убеги. Разбойники не хотят убегать, зато я хочу убегать и не хочу с ними биться. Я думал, это будет небольшой отряд. Что-то я постоянно сегодня загружаюсь. Мне это не нравится. Да, завершить ход. С разбойниками тогда биться не будем. Будем просто держаться в этом направлении. Замок я тоже не захвачу. Объединю армии с Соломаром и пойдемте дальше. Так, изучаем заклинания. Благословение, показать шахты. Можно нанять Орду Гномов. Рда Гномов. Мне кажется, это необходимо будет. Я где, в каком замке-то нахожусь? Так, теперь отсюда перейти в этот замок. Здесь тоже я смогу нанять Орду Гномов. Коты тогда перейди в этот. Не знаю, просто герои качают от одного замка. До другого. Так, здесь забрали. Враг не захватывает эти шахты плечу. Что здесь? Где деревьяхи? С кентаврами не подраться. И мне нужно бы этих гномов отвезти в форт. Вот в этом форте их улучшат просто так. Ни за что, ни про что. Это будет замечательно. А вот и столица. Гномервиль. Я чисто технически могу организовать сюда проход одного героя, который просто как бы захватит. Захватит? А сколько здесь кораблей? Может мне корабли их угнать? Почему бы не использовать этот вариант? Самому угнать корабль и все. И поставить корабль здесь. А ему потребуется тратить древесину на покупку новых. Хитро. Так, что у нас тут? Тут теперь мне копить на зеленую башню. А это ох, как долго. Так, следующий ход. Да. И население выросло. Не страшно. Захватываем корабль. Просто отгоню его подальше. Здесь опять забираем гномов. Тридцать гномов за семь с половиной тысяч. Будем их повышать. Здесь. Отпускаем кентавров, чтобы можно было спокойно пройти. Забираем ртуть. Врагов не видать. Это замечательно. Вы тоже? В чем вы сражаетесь? Но за что вы сражаетесь? Зачем? Я не понимаю, зачем они так поступают? У них никаких надежд на победу нет. Они сражаются. Чтобы убить моих четырех кентавров. Несчастно. И одну горгуль. Минотавру вы слишком медленнее. Гидрю уж тем более. Еще один грифон. Победа. Забираем серную шахту. И сейчас мы соединим армию вот в этом месте где-то. Завершить ход, да? Так, идемте повышать гномов. Просто продолжаю ход. В смысле некого улучшить и потренировать. У меня же есть гномы. Они уже улучшены. Точно. Они же обычно обладают низкой скоростью. Так, где вражеские герои? Да не скачут у меня где-то. А где я не могу понять. Так, мой герой диверсант здесь корабль убил. Давайте осмотрим. Тут много гномов, полурослики. Что у нас в этом озере? Ну, чего особенного. Идемте сюда. Ламар, объединяй армии. Ну, мы на месте стоят. Минотавры, минотавры, минотавры. Ну, однозначно, горгульи мне нужны, чтобы блокировать стрелков. Гидры нужны, потому что они жирные. Минотавры, потому что они как бы минотавры. Ну, значит, я кентавров отдаю, и я не буду использовать стрелков. Отдаю вам еще перемещение. Так, и повернемся в наш главный замок. Получим полный прирост. Завершить ход, да? Сейчас они опять гномов наберут себе орду. И мне неизвестно, что с этим делать придется. Вот теперь, я понимаю, вот это перемещение. Так, но главное, что они к моим городам как бы очень близко находятся, но они не атакуют. Я не понимаю, почему, конечно. Не хотят и не надо. Займем этот город. Строить мне нечего. Ну, точнее, в принципе, я могу что-нибудь построить. Вот драконы. На них очень долго копить. Ладно, завершаем ход, да? Сейчас я планирую сделать какой-нибудь мажебросок и захватить эту крепость. Просто как бы отсечь голову врагу. Так, что у нас здесь есть? 18. Они мне не нужны. Так, улучшаем, во-первых, наших днотавров, да? Еще. Грифонов всего лишь 6. Горгулий всего лишь 8. Гейдаров всего лишь 4. И, собственно, все. Захватываем тогда в первую очередь этот замок. И потом как-нибудь через север ударить сюда, и потом у них останется в приросте только гномы, а я остальными сильными юнитами гномов разобью. Я так надеюсь. Завершить ход, да? Но они как-то не хотят меня атаковать совершенно. Итак, первый бой. Поехали. Пять гномов. Так, проверим. Волшебная стрела. Сколько урона она не несет? 50 единиц урона. Потому что у меня сила магии 5. Множители абсолютно одинаковые. Я не понимаем, почему. Мне кажется, так неправильно. Гномы пусть сами ко мне подходят. Они даже дойти не смогли. А я надеюсь, минотарры раньше, чем они сходят. Эти гномы тоже пусть перемещаются. Что они будут в угол стоять. Прятаться. А гидры? Давайте сажить все гномы. Молодцы, гидры. Я в них еще раз запущу волшебную стрелу. Па-а-а. Они сопротивляются заклинанию? Вот почему в тот раз заклинания не подействовала. Они в зоне моего поражения. Но нет, я отойду назад. Сами ходите. Волшебная стрела. Минус 3 гномов. Гидры наконец-то кусают. Минус много гномов. Но мне кажется, совершенно недостаточно. Минотавр. 45 здоровья. У гномов повреждения довольно-таки высокие. Кажется, если я ударю, я потерю минотавра. Мне этого бы не хотелось, поэтому пропускаю. Пропускаю. Я думал, они достанут. Так, удар. Гидра выдержала. Гидра красава. Ну, тогда проблем не будет. Минотавра убивайте. Минотавра засранцы не смогли убить. Отлично. Победа. 1400 опыта получили. И здесь наймем еще гномов себе. А некого нанимать. Ладно, допустим. Тогда разбойников побьем. Нет, я не буду вас заставить драться. Сетелище второго круга. Так, ты в городе, ты здесь на корабле, ты тоже в городе. Завершаем ход. Они не идут к моим городам, меня это радует. Так, и теперь, так как я нескоро приду в город, зеленая башня. Зеленый дракон. Атака 12, защита 12, урон 25, 50, здоровье 200. Скорость средняя. И мы сможем его, да, мы сможем до красных. Я думаю, мы сможем как бы до черных. Ладно, посмотрим потом. Так, что у нас здесь? Показать артефакты. Забрать руду. Получить немного у нас эксили магии. Вот это шапка. Я шапку тоже эту хочу получить. Нет, я не буду вас заставлять драться. Что меня по поводу самоцветов хватит на уровень, можно будет зайти. Вы делаете короткую остановку, маленькая придорожная харчевня. Под зон монет происходит обмен новостями, а то и редкими вещицами. Таким образом, в вашем инвентаре появляется волшебная шапочка. Снижает половину затраты магической энергии на все заклинания, влияющие на разум. Дайте мне нормальные артефакты на атаку и защиту. Завершить ход, да? Ну, что поделать? Нас уничтожили. Сейчас повысим уровень. А за 2000 золотых, да? Мудрость, пятый заклинаний. Да, давайте мудрость. Давайте логистику. Отлично, теперь у нас логистика третьего уровня, и мы очень-очень далеко можем перемещаться. Может, все-таки драконий город взять? Хотя у меня самого есть драконы, но я их еще не покупал. Давайте сюда сходим. Так, и можно улучшить. Почему нельзя? Не хватает серы. Но накопим. Завершить, да. Сила лечи. Нет, это не моя неделя. Вот я не понимаю, где на сером фоне скачет вражеский герой. У меня есть заклинание показать героев? Это было бы полезно. Поднять мертвых. Подвеска покоя, что это такое? Невысприимчивый к заклинаниям берсерк. У меня просто защита от всех заклинаний. Так, еще один городок тогда заберем. Завершить ход, да? Это был мой город. Или нет? Или вот этот был мой? Но на моих территориях врагов нет. Забираем. Всего лишь 36 гномов. Почему так мало? Сила магии стала 6. Урон будет 60? Да, 60. Правда, это боевые гномы. Их бы ослабить. Проклятие. Проклятие. Ну да, проклятие получается только. Идем. Идем. Они ударят гидр. Гидр выживете. Да, они выжили. Какие же красавцы гидр. 22 единицы здоровья осталось. Завершить ход. Гномы против гномов. У вас 26. А давайте потратим. Девять умерло. У меня один умер. Так, кусайте. Еще семь померли. Так, и пусть минотавры отбивают. У них больше доверия, чем у горгуль. Не добили. Отлично. 1200 опыта за одного гнома. Еще один город захвачен. А здесь также слабенькие заклинания. И я нанимаю одного гнома. Одного потеряли, а одного наняли. Равный обмен. А на кладбище я не пойду. Я вот в хижину ведьбы бы сходил. По той причине, что может там будет полезный навык. Окей. Заглянем. Нет. А что вот дает баллистика? Лишний выстрел баллиста. Я стены редко штурмую в этой карте. Поэтому засоряться навыки я не хочу. Компания старая, компания 3. Лучше я куда-нибудь в полезное место схожу. Например, в будку. Тысяча опыта. Еще орлиный взор. Так. Эти гномы убегут или нет, интересно. Здесь что у нас? Вот, к дереву сходим. Так, а здесь у меня есть что построить? Нет. Пока еще нет. Завершить ход, да? Ну, за 2000 золотых согласен. Навигация или баллистика? А я, в принципе-то, не пролаваю. Ладно, баллистику берем. Здесь мне нечего полезного подбирать. Идемте опять же к дереву. Я бы вот хотел выучить навык следопыта. То он был бы действительно полезен. Так, здесь можно наконец-то построить? Да. Красная башня. Какая маленькая башня. И драконы стали красными. Атака 13. Защита 13. Урон 25-50. Здоровье 250. Скорость высокая. Они стали быстрее и... Немного пожирнее. Ну, и чуть подняли атаку с защитой. Завершаем ход, да? Так, здесь у нас кольцо ферии. Что это дает? Удачу. Ну, хорошо. Я, правда, за уровнем еду. А, казначей, конечно же. Так, у нас растет знание. Сила магии не хочет расти. Грустно, грустно, грустно. Что у нас здесь за заклинание? Каменная шкура. Врага, его же оружием будем побеждать. Я направляюсь к вот этому замку. И к концу серии я хочу его захватить. Завершить ход, да? Так, вот вражеский герой появился. А другой скачет около... Моих территорий, но ко мне не заходит. Сила магии. Немножко опыта. Просто так. Отлично, следопыт. Ну, наконец-то. Так, это артефакт на мораль. Давайте заберем. Не буду с вами драться. Или что это? В смысле по звездам. Отряд на море. Нет, я тогда это уберу. Так, здесь у нас что? Орда. Много, много, много. Думаю, смогу справиться. Я так всегда думаю. Потом в итоге приходится перезагружаться. Скачем. Так, магия. Огрынный шар я и так знал. Погоня. Так, он теперь уже зашел сюда. Это очень близко ко мне. Мне это не нравится. Ему, наверное, тоже не нравится, что я его... Ой, куда ты пошел? Я не тем герой. Ему, наверное, тоже не нравится, что на его территориях тут скачу. Ну, что поделать. Светилище первого круга. Прокрыт. Нет. Завершить ход, да. И захватываем город. Сейчас сохранимся как три. Окей, поехали. Так. У него не такая уж и большая армия здесь. Не такая опасная. Что я могу сделать? Я, во-первых, могу наложить каменную кожу на горголи, надеть им шапочку. Чтобы они полетели сюда, заблокировали и эльфов, и друидов. Друиды еще... Ну, я думаю, все помрут. Сняли чаростя. Не так уж страшно. Друиды мертвы. Далее. Минотавры пока в ожидании. Ух ты, сколько у вас единорогов. Так, мы можем уничтожить феи. Но лучше, думаю, эльфов. Да. Семь эльфов умер. Один гриф. Удачный ход Таратарфа. Гномы не ожидали. Семь гномов также умерли. Наши гномы пусть идут тоже вперед. И гидры, естественно, будут ползти вперед. Ух ты, мораль. Фея. А, стена сломана. Минотавры неплохо было бы ходить. Но, что имеем, то имеем. Во-первых. Во-первых, во-вторых. У нас какой урон? От двух до трех. У вас от трех до пяти. Я вот думаю, что будет выгоднее. Наложить проклятие на противника, например, на единорогов. Скорее всего. Но мне кажется, единороги сопротивляются магии. Пробуем. Нет, удалось наложить. Умечательно. Тогда убиваем феи, чтобы они просто не мешались. Минотавры со всех ног бегут сюда. Сняли чар с единорога. Грифоны тогда с гномами будут биться. Или эльф просто укусит. Мораль сыграл за гномов. Мои гномы тоже куда-нибудь идут. Гидры тоже немного ползут. А, стена уничтожена. Убиваем тогда гномов. Нет, не убиваем. Используем магию благословения на ц... Ух ты, я чуть не... Не промахнулся магией. На царе Минотавров. Так, уничтожьте всех единорогов. Не такой шум ногу убили. Опять снимаю чары. Мои грифоны сейчас так все помрут. Я вас отвожу назад. Остатки роскоши. Так, гномам не протиснется никуда. И драмы, в принципе, тоже. Гаргульи, отлетайте назад. Будут Минотавры разбираться. Удачная атака. Все единороги мертвы. Да. Эльфы выжили. Сейчас мы их добьем просто магией. Волшебная стрела. Готово. Победа. 1850 опыта. 28 горгулей. 16 грифонов. Большие потери. Я занимаю замок, в котором построена даже алая башня. И доступно 4 феникс. Спасибо. Спасибо, я не против. Я только за. Так, в загоне у нас обитают единороги. Я могу тогда и грифонов поменять. Но этим мы займемся в следующей серии. Останется просто пойти захватить все города. А на сегодня спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.